Встреча с Павлом Афониной Афонин ушел на фронт добровольцем с художественного отделения Московского архитектурного института. Попал в саперы. Причем в инженерный спецназ. Штурмовая инженерно-саперная Гачинская бригада. Это саперы, которые бросали в любые сюда, сюда, сюда. Из фронта на фронт. Это штаб. Штаб штурмовой бригады. Это мины. Кругом мины немецкие. Это разминирование. Это сапер. Историки говорят, в саперном спецназ старались набирать людей образованных. В экспозициях музея артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится много картин и рисунков, сделанных именно офицерами-штурмовиками. Бригады быстро стали легендой, благодаря отваге и необычному виду. На некоторые операции саперы одевали стальные нагрудники. Такие до сих пор находят на местах самых тяжелых боев. Основная масса, где их встречают, это все-таки под Ленинградом. Все второй год, это время создания штаммовой бригад. Он состоит из двух элементов, которые надевались в поверх снаряжение. От прямого попадания он, конечно, не защитит. Но всякие касательные осклонки, это, конечно, все спасало. А это что за дырка? Это вот пудовое попадание, так сказать, вот на просвет можно посмотреть. Нам привезли эти так называемые нагрудники бронированные. Тут же выбросили, потому что невероятно, очень тяжело бегать, скрываться. И все равно полностью не сохраняет. А это вот здоровый разведчик. Вот такие дяди были невероятные. Они успели на Одере на ту сторону прийти. Вино принесли, папиросы принесли. Профессор кафедры живописи Московского архитектурного института Владимир Атанов живет в столице. Он ушел на фронт с того же курса мархи, что и Афонин. Начал войну в дивизии московского ополчения. До сих пор удивляется, как не погиб в первых же боях. Нас встретили сначала артиллерийским, потом медомелтным, потом полимелтным. Батальон примерно 100 человек. И когда мы дошли до этой горы, немец наверху, а мы внизу, такое дурацкое было наступление, потрясающее. И мы остались человек 20. Блин, даже лежали маленькие красочки, видно, один девец рисовал. И я взял еще кисти краски и начал рисовать тоже пейзажи, ну иногда вот эти разрывы и так далее. Дружба двух архитекторов началась до войны и продолжается до сих пор. Мы как родные, говорят профессора. Раньше ездили друг другу в гости, виделись каждый год. Теперь общение только по телефону. Павел? Дорогой Павел? Ага, я тебя сейчас слышу. Я рассказываю про первый бой, пока мы еще не встретились. Хорошо. Как здоровье твое? Ничего, ну нормально, нормально. Есть твой рисунок Наташин. Наташа, когда ты рисовал Наташу, блестящий рисунок. Помнишь? Как же, может, не помнить, когда я тебя сделал, портрет дочери твоей. Вот рисунок Павла Ивановича. А это Павел, да? Да. Это у меня в Зеленогорске рисовала. Подпись П. Афунин, Зеленогорск, 75-й год. Друзья до сих пор удивляются, вспоминая, как в котле мировой войны трижды встретились, случайно, на разных фронтах. Среди художников и архитекторов поздних поколений истории об этих фронтовых встречах уже стали преданием. Шеф уже старший лейтенант был, или капитан даже, 44-й год. Кровь течет, его санитары тащат. А на встречу Володя Атанов ведет своих разведчиков в сторону Выборга. Смотри, Павел, у него кровь, кровь по лицу, по орденам. Я встретил его, обнял его. Я говорю, Павел, что? Да что ты, говорит? Я говорю, тебе только вот эта дурацкая фраза. Я говорю, тебе только рисовать сейчас. Как рисовал рейтинг? Действительно, прямо картина была. Так вот, по орденам, все, кровь идет. Говорит, брось, тут шутить, тебе спирт есть? Для вас, тебе, Павел, Болодя, есть. Вот. Полстакана чистого спирта выпил, совсем другое дело. Мы сели около болота, начали вспоминать институт, как там было дура. Вытащили пистолет и начали стрелять в лягушек. И поговорили, лягушки это немцы. Оба художника продолжали рисовать всю войну. Один карандашом, другой акварелью. Вернувшись домой, снова пришли в родной вуз. Доучиваться. Оба закончили архитектурный институт с отличием. Жаль только, что жизнь потом нас развела, вздыхает Владимир Атанок. Надо было и мне, след за другом, в Ленинград ехать. Я Ленинград обожаю. Просто обожаю. Я еще во многих городах был. Вот лучше нету Ленинграда и Венеции. Игорь Андрусенко, Вячеслав Раков, Артур Ахмедгалеев, Андрей Поленов, Виктория Ацвера. Программа «Итоги недели». Петербург. Москва. Программу «Итоги недели» когда я присоединился с ним, я думаю, что это было evident для меня что Тед получился период в его жизни где он был keen чтобы обеспечить его жизнь. Я думаю, что с этим, я просто потратил и интенсивно пробовал вопрос о том, что этот материал должен быть открыт для развития общественной жизни и обеспечить его жизнь в отношении к электричеству для развития общественной жизни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, конечно, недостаточного еды, это было довольно диаболикой. Поехали в начале начальника, в 1944 году, и мы были очень маленькой скоростью, и появилось, что все преследования преследования Компы на русском фронте были эвакуированы и двигаться west, чтобы мы были рядом с Аллайами, и что Германия были уничтожены с северными Аллайами. И это эпик, ну, грулинг, night, мы потеряли между 80 и 90 людей. Что произошло с ними, я просто не знаю. И то, что героя этого марта была Каптин Коллин, наш Англия компадре, который был 6'6", он был идут в годы, он имел огромные ноги, и он был еще один из Оксфорд Рowingблю, и он был супер-кап, и он маршет более чем ниже, потому что он был в этом колле, и он был виден, он был такой, как-то маленький, когда было, по-блински, и ну, что когда-то заводил, и я поднялся почти 4 месяца, Но я знал, что иногда это превратилось, и это превратилось автоматическое. И теперь, когда я начну делать эти фотографии, я просто хочу продолжать дальше, на другую часть камп-лайфа, и строить объекты, не только фотографии, но и впечатления, от людей, и персонажей, и камп-лайфа, в общем-то. Я рекомендую Тед сделать этот новый объект, based on the march, и, видимо, эти события, очень важны, и я хотел бы представить их, в общем-то, и, как всегда, я был интересен, используя материалы, которые имеются в основном, и используя материалы, которые были на данный момент, и формы физические связи, между прошлым и прошлым годом. И я думаю, что в создании этого объекта, это основной детской формы, и другое, very evocative of endurance and the experience that he went through.